Доставить тяжелейшие декорации до Барнаульской драмы было непросто, рассказал директор Вахтанговского театра на пресс-конференции перед премьерой. Звуковую аппаратуру и осветительную технику везли на двух грузовиках. А все для того, чтобы каждый зритель мог увидеть постановку бессмертной классики. Спектакль потрясается своим звучанием. Спектакль говорит о любви к России, о том, как сложно людям жить в эпоху исторических перемен, рассказывает судьбы героев и говорит прежде всего о любви. Война и мир на сцене драматического от лучших московских актеров – подарок 85-летию Алтайского края. К слову, постановка нашим зрителям обойдется дешевле, чем жителям столицы. От двух до пяти тысяч вместо пятнадцати. Показ будет проходить в Барнауле только четыре дня. Зная, что график Вахтанговского театра расписан на годы вперед, в том числе и гастрольный график, я прекрасно понимаю, как непросто было в течение года согласиться выделить еще практически неделю на Барнаул. И, конечно, мы и наши зрители очень за это благодарны. Посетил пресс-конференцию и народный артист России Евгений Князев. Он играет Николая Болконского. Актер подчеркнул, что в умелых руках режиссера монументальный роман-эпопею удалось воплотить на сцене. С моей точки зрения, гений этого спектакля Туминоса, он сродни гению Толстого, потому что он адекватно говорит о тех вещах, он сумел пятичасовой спектакль вести и поговорить о тех важных, необходимых событиях, которые там есть. Пять часов и лишь два антракта. Но о времени можно забыть. Действо завоевывает внимание зрителя. Роман великий наш, да, он огромен, он вмещает в себя массу всего. Отразить и показать это в четыре с половиной часа сценического действия совершенно невозможно. И театр такую задачу не ставил. Но человек, который не читал, уверяю вас, поймет сюжет, и этот сюжет его увлечет с первых сцен, как только откроется за нос. А для тех, кто еще не заглядывал на страницы классики, спектакль будет тоже полезен. После его просмотра узнать о духовных исканиях героев Толстого захочется чуть подробнее. Мария Мацев, Александр Антропов. День с толком. Мария Мацев, Александр Антропов.